Заметим, что если на одной стороне угла последовательно отложить от вершины равные отрезки и через их концы провести параллельные прямые, то в соответствии с теоремой Фалеса на другой стороне угла также образуются равные отрезки. Перейдем теперь непосредственно к доказательству теоремы. Рассмотрим угол с вершиной в точке А, стороны которого пересечены параллельными прямыми ВВ1 и СС1. Нам требуется доказать равенство отношений ВС к АВ и В1С1 к АВ1. Предположим, что эти дроби не равны. Пусть, например, отношение ВС к АВ меньше отношения В1С1 к АВ1. Возьмем на продолжение отрезка ВС точку С0, так что отрезок ВС0 относится к отрезку АВ, так же как отрезок В1С1 относится к отрезку АВ1. Разделим отрезок АВ на достаточно большое число равных отрезков, таких, что длина каждого из них меньше длины отрезка СС0. Пусть H – длина одного из отрезков разбиения. Будем последовательно откладывать от точки В отрезки длины H до тех пор, пока конец одного из них, обозначим его буквой D, не попадет внутрь отрезка СС0. Такой момент непременно наступит, поскольку длина шага H меньше длины СС0. Проведем через концы получившихся маленьких отрезков прямые, параллельные прямым ВВ1 и СС1. Точке D будет соответствовать точке D1. При этом отрезок В1Д1 больше отрезка В1С1. Как мы знаем, построенная система параллельных образует на другой стороне угла также равные отрезки. Пусть длина каждого равна H1. Если на отрезке АВ было N отрезков длины H, а на отрезке ВД было M таких отрезков, то отрезок АВ1 окажется разделенным на N отрезков длины H1, а отрезок В1Д1 на M таких же отрезков. Значит, отрезок ВД относится к АВ так же, как M относится к N, так же, как отрезок В1Д1 относится к отрезку АВ1. Но с другой стороны, отношение отрезков BD к AB равно отношению отрезков B1D1 к AB1. Это отношение отрезков BC0 к AB и больше отношение отрезков B1C1 к AB1, что противоречит выбору точки C0. Полученное противоречие доказывает теорему.